Всем привет и добро пожаловать на канал Weapons Geek, где я рассказываю про оружие из игр, фильмов и сериалов. И в этом ролике речь пойдет про такой необычный и крутой пистолет, который называется Гюрза, или как его еще называют, Вектор. Вы узнаете, что в нем было такого необычного, насколько у него были крутые характеристики и за что на самом деле его запретили даже в США. Стало интересно, тогда смотрите ролик до конца и конечно же ставьте лайк. КЕМ ЛЕЖАТЬ ЭТО ОКРАВЛЕНИЕ? ЛЕЖАТЬ! Банк соседнее здание, а это магазин из ядро. О, черт! Колготки эти, ни хрена в них не вижу. Я извиняюсь, ребят, не хотел никого напугать. Ничего, мы привыкли. Да из-за колготок этих машину помял. Хоть убейся теперь! Да ладно вам, всего лишь кусок металла. Да она мамина. Вы в дерьме. Ладно, не буду вас отвлекать. Извините еще раз. Вообще-то я здесь, но с пустыми руками мы вас не отпустим. Это вам. Спасибо большое. Поверхностная заколка. Да сними уже свои чертовы колготки! Изидро. Ценим каждого посетителя. А если ты тоже хочешь порадовать себя офигенными и красивыми скинами, то переходи по ссылочке в описании на Изидроп и получай все, о чем давно мечтал. Ну а вот тебе специальный промокод по центру экрана, который даст плюс 40% к пополнению, чтобы ты мог получить еще больше офигенных скинчиков на Изидропе, как и сотни других довольных пользователей. Так что переходи на сайт по ссылочке в описании. Давайте для начала разберемся, как вообще создавался этот пистолет. Пистолет СПС, или самозарядный пистолет Сердюкова, был разработан в 1995 году для замены в войсках пистолета Стечкина. Необходимость в пистолете, кардинально отличающегося от предыдущих вариантов, находившихся на вооружении и который использовала армия, возникла в 1980-х годах. Причиной послужило повсеместное внедрение в вооруженные силы большинства стран мира легких средств индивидуальной защиты разных классов. Например, бронежилет 2-го класса способен на близком расстоянии остановить даже 7,62 мм пули с остальным сердечником при стрельбе из пистолета ТТ. И 9 мм пули стандартного патрона НАТО при стрельбе из пистолета типа Беретты. Но кроме армии и правоохранительных структур, бронежилетами начали пользоваться криминальные и террористические группировки. При использовании бронежилета защищены, как правило, не более 30% тела. Однако опыт боевого применения личного оружия, в особенности полицейскими, свидетельствует о том, что большинство огневых контактов возникает внезапно и проходит скоротечно. В таких условиях, когда не хватает времени на точное прицеливание в жизненно важные органы, стрельба ведется, как правило, по корпусу. Ну и если человек в этот момент окажется в бронежилете, то после таких попаданий он, конечно же, выживет и сможет вести ответный огонь. Останавливающие действия тоже имеют свою причину. Известно множество случаев, когда стрельба из оружия с не самым высоким останавливающим действием в корпус, даже незащищенного броней противника, не мешала ему при этом продолжать бежать и даже отстреливаться. Собственно, поэтому в 1991 году Петр Иванович Сердюков, принимая в расчет все вот эти недостатки и выдвинутые требования, решил создать два опытных образца пистолета, получившие обозначение 6П53 под патрон 9х21 мм, с пулей оригинальной конструкции, с повышенным пробивным и останавливающим действием. И уже позднее, в 1993 году ФСБ сформулировало ТТЗ, которые позволили снизить мощность патрона при достаточной эффективности стрельбы. На время разработки было принято условное номинование пистолета «Вектор», а еще чуть позднее, в 1995, был создан экспортный вариант пистолета под обозначением «Гюрза», где некоторые параметры пистолета были ослаблены. И уже в 1996 этот образец был принят на вооружение для спецподразделений ФСБ и ФСО под наименованием SR-1, что переводится как «специальная разработка», а также патрон SP-10, что соответственно расшифровывалось как «специальный патрон». Естественно, с годами позднее начали выходить различные модификации, в которых улучшались какие-либо недочеты, но так или иначе до сих пор мы, по сути, имеем все тот же пистолет, который создавался целых 25 лет назад. Так в чем же тогда его суть? Что за специальные патроны, какие вообще характеристики были у нового пистолета? Если пройтись по статам, то новый пистолет весил всего каких-то 880 грамм, имел длину 20 сантиметров и магазин на 18 патронов, и способен был выстреливать пули со скоростью 435 метров в секунду. Но, как уже говорилось ранее, тут присутствовал и новый патрон 9х21 миллиметра, который как раз и стал тем самым моментом, из-за которого другие стали с опаской присматриваться к новой разработке. А суть здесь вот в чем. Когда проводили очередные испытания Гюрзы, то выяснилось, что пуля со светцовым сердечником с расстояния в 10 метров на вылет пробила блок сухих досок толщиной 18 сантиметров. А при этом на дистанции в 50 метров она пробивала бронежилет класса 3А, а также пробивала титановый бронелист толщиной до 4 миллиметров. И все это при энергии пули всего лишь в 635 джоулей. А теперь представьте, что в большинстве случаев пистолеты тех лет, которыми пользовались службы охраны даже президентов различных стран, не могли гарантированно пробивать средства защиты. А Гюрза, например, делала это с первого же выстрела. Соответственно, именно поэтому в той же Америке этот пистолет был запрещен. И вы, наверное, сразу скажете, ну что за бред? Ведь есть же десерт-игл, энергия выстрела которого в разы больше. С чего вдруг тогда пистолет Сердюкова запретили, а десерт-игл нет? Все верно, однако десерт-игл весит в 3 раза больше. Его достаточно сложно носить скрытно, и уж тем более тяжело пытаться с десерт-иглом нападать на охрану президента. В то время как Гюрза относительно небольшая, весит 900 грамм и прекрасно лежит в руке. И уж тем более имеет гораздо больше патронов в магазине, а при попадании оказывает почти схожий эффект. Ну и осталось теперь понять, в каких играх нам удалось увидеть этот самый пистолет и верно ли там переданы его характеристики. Ну и конечно же было бы странно, если Гюрзы не оказалась в Escape from Tarkov, и там она есть. В игре мы имеем более новую версию пистолета Сердюкова SR-1MP Гюрза. А также кроме стандартных патронов SP-10 есть и новые, которые отличаются как по бронепробитию, так и по конечному урону. В игре эффективная дистанция пистолета указана в 50 метров, тогда как в реальности по официальным данным она составляет 100 метров. И естественно это не значит, что если в игре вы выстрелите на 60 или 70 метров, то не попадете. Просто точность выстрела будет немного страдать, соответственно нужно будет делать поправку на это. Еще в игре можно нацепить на пистолет различные обвесы, что кстати говоря можно делать даже в реальности. И да, в игре не каждый патрон пробивает любой бронежилет, ведь если до этого речь шла про бронежилеты скрытого ношения, то в данном случае большинство броников в игре уже представляют собой полноценные боевые варианты открытого ношения, которые обладают более высоким классом защиты. Так что в общем и целом в Таркове переданы характеристики весьма верно. Ну а вы напишите в комментариях в каких еще играх или может быть фильмах вы встречали данный пистолет и что вы про него знаете. Ну а также поддержите мои видео лайком и подпишитесь на мой канал.